Есть хорошая фраза «сказал, как отрезал». Именно так можно характеризовать тезисы нашего президента из многочисленных интервью. К слову, на полях саммита БРИКС их было особенно много, и теперь цитируемость главы белорусского государства бьет рекорды в отечественных и зарубежных СМИ. Александр Лукашенко, безусловно, самый открытый из мировых лидеров. Это уже традиция, особенно российских журналистов, за разъяснениями вопросов международной обстановки обращаться к нашему президенту. Саммит БРИКС стал самой подходящей площадкой для получения такой возможности. За два дня на полях саммита Александр Лукашенко успел дать шесть интервью. С камерами на главу белорусского государства охотились буквально в коридорах. Хочется сначала вас, конечно, про БРИКС спросить. Вот недавно ваш министр иностранных дел сказал, что БРИКС для Беларуси – это мечта. Но хочется понять, почему вы до сих пор не там? Ну, во-первых, мы уже там. Согласно процедурам мы стали членами-партнерами, фактически членами-партнерами. И эта ступень для всех сейчас обязательна. Что касается мечты, ну, наша мечта в том, чтобы БРИКС стала мечтой для многих государств. Потому что, ну, давайте откровенно уже это видеть, а не хуже меня, что в самой организации есть проблемы. Много, мало вопрос вкуса, но проблемы есть между даже ведущими государствами, основателями этой организации. Второе, уже если внимательно анализировать сегодняшнее выступление, выступающие больше даже основателей, я только могу исключить Россию, не потому что она Россия. Россия не входит в этот пул государств, которые говорят больше о своих проблемах. Россия очень серьезно предложила мероприятие общего характера. Не просто то, что касается только России, но касается всех сегодня или коснется завтра. Допустим, новую платежную систему. Вместо свифт и даже не вместо. Ну, пусть будут резервные, параллельные системы. Пока еще я не могу сказать, что вот это разумное предложение России поддержано, как и другие. О чем это говорит? Что даже основатели пять стран и те, которые стали постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, насколько это меня будет касаться. Понимаете, каждый видит там себя. Организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Касательно статуса партнера БРИКС, президент высказал опасение. Не последует ли объединение, к примеру, других ныне формальных международных организаций. Яркий пример – ситуация с Турцией. Единственное государство-член НАТО, которое заинтересовано в развитии принципов многосторонности, пока еще не в БРИКС. Как отметил Александр Лукашенко, запрос глобального большинства на многополярность – это и есть объективная причина создания и существования этого международного клуба. Есть объективные стремления государств мира, практически всех, к многополярному миру. Отход от однополярного мира – это объективный фактор. Его сегодня притушить, придавить невозможно. И сегодня, когда мир бешено меняется, это признают все, надо успевать за этим временем. Если мы не способны успевать, то эта организация может стать со временем, притом в ближайшем будущем, организацией маргинальной. Интервью в Куларах пришлось прервать на середине ради переговоров с президентом Ирана. Впрочем, после обсуждения двусторонней повестки и приглашения Масуда Пизишкиана в Минск, первый пригласил журналисты НТВ продолжить с того момента, где остановились. Остановить удары по энергетике ради начала переговоров о мире. А что вообще происходит? Вы можете нам рассказать и объяснить? То, что происходит, вы хорошо знаете. Могу только поделиться с вами одним своим соображением. У нас с вами нарратив выработался, который воспринят, не воспринят во всем мире, что мир в Украине зависит от Штатов и Европы. Захотят они – будет мир. Не захотят – не будет. В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась. Поменялась в том плане, что американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский. На фронте тем временем налицо адаптация российской армии к новой тактике украинских военных. В Курскую область ВСУ вошли группами. Александр Лукашенко назвал это партизанскими методами. Тем не менее, Россия подстроилась, о чем свидетельствуют отвоеванные территории Курского региона. Как отметил глава нашего государства, освободить его полностью прогнозируют к концу декабря. Что касается потерь у Киева, они серьезнее в разы. Однако Владимир Зеленский продолжает турне по миру с эфемерным планом победы. Что больше напоминает лозунг, отметил Александр Лукашенко и акцентировал. Единственная возможность воцарения мира – переговоры. То, что подключились китайцы и Бразилия, они не соперники России, но они хотят мирного регулирования. Это я знаю точно, знаю давно. И я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев. Речь, насколько я понимаю, идет о корейском сценарии, когда война останавливается по линии фронта. Вы знаете, это очень важный вопрос. Мы зря делаем ошибку, когда именно так рассуждаем. Вопросы разграничения или дальнейших военных действий, или прекращения войны, развод, отвод одних и других, от линии соприкосновения, с моей точки зрения, эти вопросы должны решаться за столом переговоров. Только за столом переговоров. Самое главное сейчас усадить всех за свой переговор. Косвенно интересовала журналисты тема недавних переговоров нашего президента с представителями западных государств. Как ранее отмечал президент в интервью BBC, они длились порядка четырех часов. Обсудили многое, во многом собеседники согласились с Александром Лукашенко. Например, касательно санкций, зачастую абсурдного их содержания. Значит ли это, что вы заинтересованы в улучшении отношений с Западом? Послушайте, я никогда не говорил о том, что мы заинтересованы в ухудшении отношений с Западом. Это вы выбрали этот путь. Вы начали против нас санкции. Причину можно придумать, если есть желание. Цель поставлена. Причин можно найти кучу. Никак не на пустом месте. Вот я не вижу младшего сына своего. Вы зачем против него санкции увели? Он в чем виноват? Я, кстати, вот этим людям с Запада задавал вопрос. Они опустили голову и сказали, ну это безумство. Несмотря на агрессивные заявления в адрес Беларуси, которые отчасти являются игрой на публику, коллективный Запад идет на контакт. Журналист НТВ поинтересовался, как в этом отношении обстоят дела с Украиной. А вот вы недавно говорили, что у вас западные контакты были какие-то. А у вас есть с Украиной хоть какие-то контакты? Конечно. Уже сегодня я об этом могу сказать. Вы, наверное, слышите и на НТВ читаете строчку внизу, не вникая в то, что при последствии Объединенных Арабских Эмиратов еще у кого-то произошел обмен телами, пленных, но обычно пленных и двойнопленными. Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками. И тела погибших недавно большое количество обменяли. А также произошел обмен военнопленными. И дальше, если россияне этого захотят, украинцы хотят. А если россияне захотят, мы дальше будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны, я про россияну Женю говорю, у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем, будем выполнять, в том числе и по детям. У нас нормальные с ними контакты. Мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут поставить вопросы, задать нам. И могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Есть такие вопросы, есть, мы передаем сразу. Беларусь выступает за мирное урегулирование всех конфликтов. Собственно, по этой же причине мы стремимся стать полноправным членом БРИКС, где наши взгляды разделяют. Однако Запад продолжает искать поводы для эскалации украинского кризиса. Президент в очередной раз прокомментировал вброс провоенных Северной Кореи, которые якобы участвуют в специальной военной операции. Они сначала пусть покажут северокорейских военных на линии соприкосновения. Пусть покажут северокорейских военных, а там же аж почти 20 тысяч, где они воюют, против кого они воюют. Еще пока никто не показал, тем более северокорейцы заявили, что это беспорщенное обвинение. Вы в курсе дела, наверное. Если бы так было, я не думаю, что руководство Северной Кореи прятало бы эти вопросы. Они уже достали корейцев настолько, что они не прятали бы эти проблемы. Поэтому я в это не верю. Данных у меня о том, что Северная Корея воюет в Украине, нет. И думаю, что России это не нужно. Во-первых, это может быть эскалацией конфликта. Коль России помогают, другие страны помогают, значит, мы введем в обои натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали. Поэтому думаю, что это вброс определенный для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, ввода своих подразделений или разрешение дальнобойным орудиям бить по территории России.